Дорогие друзья, 4 часа 12 минут в Нью-Йорке. Вы на Волне 627 слушаете Дэвидзен Радио. В студию микрофона Михаил Браславский. За звукоресертским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Здравствуйте, доктор!». Я сегодня с удовольствием, как и всегда, приветствую доктора Панкову. В эфире Дэвидзен Радио. Напомню, что доктор-офтальмолог Ирина Панкова возглавляет Институт Глаукомы в Нью-Йорке. Адрес Института 445 Kings Highway. Телефон 718-645-2201. 718-645-2201. Адрес в интернете www.nyglaucoma.com Ну что ж, здравствуйте, доктор. Я очень рад вас видеть и слышать в эфире. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, с первым днем зимы настоящего. Получается, что так. Хотя я пока холодно, да, но снега нет. Я считаю, что когда снег идет, тогда уже настоящая зима. Ой, как не хочется. Вспоминаются прошлые годы. Просто хорошо, когда идет снег в горах. Вот когда в городе не очень. Ну, вы, как сейчас говорите, как автомобилист, как человек, который водит автомобиль. Ну, хорошо. Давайте вернемся, знаете, к чему? К теме глаз. К теме глаз. К теме зрения. К теме Глаукома. Напомню нашим радиослушателям, что программа эта интерактивная. У вас есть возможность звонить в эфир и задавать вопросы. Доктору, если вы не успеваете это сделать в эфире, всегда можете разместить свой вопрос на интернет-сайте 3w.nyglaucoma.com или же позвонить в офис по телефону и прийти, получить второе мнение. Например, телефон 718-645-2201. 718-645-2201. Итак, я бы хотел спросить. Вот, начался Новый год. Год высокосный. Не для всех он начался очень хорошо и весело. Существовали разные какие-то ситуации. У нас, ну, дай бог, чтобы не было хуже в то время, когда мы сами живем. Вот, горло немножко простудил, как инструмент. Думаю, что это слышно, но, слава богу, на зрение это не влияет. На самом деле, очень-очень приятный голос, все равно, несмотря на простуду. Да, профессионалы звукооператоры говорят, что такой голос надо использовать. Использовать в рекламе или еще где-то. Подсказываю рекламодателю. 100%, да, да, да. Мишенька, вопрос, я не знаю. Я, конечно, хотела начать, знаете, как начался Новый год. И мы с вами очень часто уже в эфире и эту тему обсуждаем постоянно. Нам кажется, что мы уже раскрывали так много разных тем. Но я поймала себя на мысли, что не все радиослушатели слушают нас с самого начала или постоянно нас слушают. Кто-то присоединяется к нашему разговору позднее, кто-то уже участвует в этом разговоре с нами давно. И поэтому мне просто хотелось бы напомнить людям, потому что этот вопрос задается у меня в офисе пациентами постоянно о том, вообще, что такое глаукома и какие разные виды глаукома бывают. Так как это основная тема наших бесед. Глаукома – это заболевание зрительного нерва. По каким-то причинам, чаще всего в результате повышенного внутреннего глазного давления, но, однако, не всегда только из-за него, разрушается зрительный нерв, нерв, нарушается сообщение между глазом и мозгом, и человек теряет зрение. Причем наиболее распространенный вид глаукома – это хроническая глаукома. Вот такое вот повышение внутриглазного давления происходит медленно, и так как оно нарастает медленно, и наш организм устроен так, что он способен ко всему приспосабливаться, приспосабливаясь, глаз не замечает боли, то есть человека ничего не беспокоит. Вот это повышающееся давление медленно не вызывает боли. И это очень опасно. Опасно тем, что процесс-то все равно происходит, а человек его не чувствует. И если человек не проверяется, не идет к врачу, он не подозревает, что у него есть глаукома. Вторым симптомом глаукома является потеря зрения, то, что мы уже обсуждали немножко. Но опять же, мы говорим в этой ситуации не о потере центрального зрения. Когда человек теряет центральное зрение, он это замечает почти сразу. А в глаукоме, однако, происходит потеря бокового зрения. И это опять же происходит медленно. Причем наш мозг, он обладает способностями ретушировать. То есть, даже когда уже появляется дефект бокового зрения, человек его не замечает тоже. Потому что мозг, он закрашивает и окрашивает. То есть, он как бы подделывается под краски окружающей природы, окружающего, я не знаю, environment. Да, и пространство. А пространство еще русское слово. И поэтому человек не замечает этого темного пятна. Вы знаете, даже когда, скажем, у меня в офисе есть пациенты, у которых есть дефект бокового зрения, они об этом не подозревали. И я показываю на экране монитора результаты только что полученного теста. И человек удивляется, потому что он не замечает этого выпадения кусочка восприятия окружающего пространства из его зрения. Вот. Поэтому глоукома – это очень-очень опасное заболевание. Опасность именно в том, что она бессимптомна. Если поставить диагноз вовремя и вовремя начать лечение, то потерю зрения избежать можно. Когда же зрение потеряно, оно потеряно навсегда. И уже восстановить его пока что на сегодняшний день такой возможности нет. Однако, это тоже часто задается мне такой вопрос. Помните, был один радиослушатель, который позвонил и сказал, ну как же так, вы ничего нового нам не рассказываете. Да, да, да. Вот. Ну, новости, в принципе, не совсем новые. Я о них уже тоже упоминала как-то, что ведутся исследования по регенерации зрительного нерва при помощи стволовых клеток. Эти исследования многообещающие. Были очень хорошие результаты достигнуты на мышках. И следующим этапом, конечно, является дальнейшее исследование и уже воплощение этой методики у человека. И последние новости, что я об этой ситуации слышала, это где-то 5-10 лет. Перспектива такая, что через 5-10 лет может быть у нас и появится возможность регенерировать зрительный нерв. Но все равно я считаю, что эта новость многообещающая и хорошая. Вот. Я немножко рассказала об одном виде глоукомы. Да. И мне хотелось бы еще затронуть вторую форму глоукомы, которая является тоже очень распространенной. Это глоукома, которая развивается в результате приступа. Значит, что происходит во время приступа? Полностью прекращается отток внутриглазной жидкости. При этом я говорю не о слезах. Очень часто люди путают внутриглазную жидкость, слезы, каналы тут, каналы там. Не надо это путать. Есть внутриглазная жидкость, та жидкость, которая определяет уровень внутриглазного давления. А есть слеза, это жидкость, которая смачивает поверхность нашего глаза и дает возможность глазу существовать в его нормальных условиях. Слеза содержит в себе определенные питательные вещества тоже и защитные факторы и прочее. Но это немножко другое, не то же самое, что внутриглазная жидкость. Так вот, во время приступа полностью прекращается отток внутриглазной жидкости из глаза. А она производится у нас постоянно. И тут легкая математическая, геометрическая задачка. В две трубы вливается, ни в одну не выливается. Что происходит? Жидкость накапливается внутриглаза и повышается внутриглазное давление. И вот в такой момент это происходит резко на фоне абсолютного здоровья. Когда давление поднимается, если, скажем, среднестатистическое у нас внутриглазное давление 16, в такой момент оно может подниматься где-то до 50-60 и выше. И вот это уже страшная боль. Это тошноты, рвоты, вплоть до потери сознания, мутное зрение, головная боль. Очень часто люди обращаются с этими симптомами в имержести в скорую помощь. И там им начинают промывать желудок. Потому что что такое? Человек рвет. Человек пришел, ему плохо его рвет. И не всегда быстро... Удается распознать, да? Да, удается распознать причину. И удается позвать правильного специалиста, чтобы человеку оказали помощь. Но и в результате вот такого приступа глоукома можно потерять зрительный нерв за считанные часы. Но, к счастью, существует метод предотвращения таких ситуаций. И поставить диагноз человеку, то есть распознать тех людей, у которых есть повышенный риск к такой ситуации, легко. Это можно сделать при любых обстоятельствах на приеме врача. Я имею в виду офтальмолога. И те люди, которым поставлен такой диагноз повышенного риска приступов глоукомы, существует метод их предотвращения. Как я уже сказала, это лазерная процедура, в которой лазер делает маленькую дырочку на периферийке радужки. Радужка – это цветная часть глаза. Абсолютно безопасная процедура. И в результате ее шанс и риск такого приступа глоукома убирается на 99%. Причем эта процедура офисная, занимает ее сделать несколько секунд. И, как я уже сказала, она не дает никаких осложнений. Поэтому очень часто, когда, скажем, ко мне приходят на второе мнение или мои пациенты, я всегда даю такую рекомендацию. Если у вас существует такая опасность, мы не знаем, что с нами может произойти через 5 минут, или через 10 минут, или через 2 года. Если опасность существует, всегда легче предупредить ситуацию, чем потом с ней бороться. Тем более, что метод предотвращения такой простой. Это два вида глоукомы. Наиболее распространенных два вида глоукомы. Скажите, существует наверняка и два вида лечения, или оно одно, всего лишь только одно? Лечение глоукомы, в основном, можно его разделить на три категории основные. Это медикаментозное лечение, лазерное лечение, первая категория медикаментозное, второе лазерное лечение, и третье – это оперативное лечение. Конечно же, если есть возможность воспользоваться более консервативными методами, тем лучше. Однако, вот если, скажем, вновь диагностированное заболевание у человека, который раньше ничем не лечился, в такой ситуации я обычно предлагаю лазерное лечение первым. И я объясню, почему. Дело в том, что в результате этого лечения не происходит никакого изменения в структуре глаза, в его анатомии, в целостности ткани глаза. Все, что делает этот лазер, про который я сейчас говорю, он начинает биохимическую реакцию внутри глаза, в результате которой растворяется пигмент, засоряющий поры в системе оттока жидкости из глаза. И когда поры очищаются отток жидкости. Дорогие друзья, 4 часа 30 минут, мы продолжаем программу. Здравствуйте, доктор. С нами на линии, напомню, доктор-автальмонок Ирина Панкова. Ирина возглавляет институт Глоукомы в Нью-Йорке. Адрес института 445 Kings Highway. Телефон 718-645-2201. 718-645-2201. Если у вас есть какие-либо проблемы с глазами, имейте этот телефон под рукой всегда. И знайте, что здесь в Бруклине, да не только в Бруклине, если вы приедете из Квинса, из Манхэттена, откуда угодно, вы всегда будете держать свои глаза под защитой. Лично я свои глаза доверил, глаза всей своей семье доверил доктору Ирине Панковой. А также многие знакомые из других стран тоже обращаются за консультацией через имейл каким-другим способом к доктору Ирине Панковой. Адрес в интернете www.nyglocoma.com. nyglocoma.com. Берегите свои глаза. Еще раз здравствуйте, доктор. Здравствуйте, еще раз, Мишенька. Вот мы в первой части нашей программы с вами коротко поговорили о том, какие бывают виды глоукомы, о том, что существуют разные способы их лечения. Но я уверен, что сегодня, как и всегда, у наших радиослушателей есть вопросы. Вопросы, связанные с их зрением, с их ощущениями. И я напомню, что во второй части программы мы берем ваши вопросы в открытый эфир. И все, кто успеют дозвониться и задать свой вопрос, получат ответ прямо сейчас. Если же вам не удастся это сделать. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Так вот, если вы не успеете, то вы перезвоните тогда в офис или же запишетесь на прием. Напомню, что очень важно всегда иметь возможность получить второе мнение. И если это второе мнение окажется совпадет с первым, вы можете вполне довериться рекомендациям врача и полностью им следовать. Если же мнения будут не совпадать. Вот, кстати, что делать? У меня-то есть... Третье мнение. Вот. Третье мнение. Я рад, что у нас с вами совпадают рекомендации. Получите третье мнение. Потому что зрение – это невероятно, невероятно важный орган общения с внешним миром. И если, не дай бог, вы что-то утеряете, то возврату это дело уже не подлежит, к сожалению. У нас много звонков, все ли не заняты. Пожалуйста, вам первое слово. Здравствуйте. 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 Пожалуйста. Меня зовут Давид. И я хотел такой вопрос задать. У меня слезятся глаза. Я пошел к врачу, и он мне поставил пробочки. Насколько это опасно и стоит ли их держать или нет? Скажите, пожалуйста, вам легче стало после того, как вам доктор поставил пробочки? По-моему, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. На самом деле, пробочки не опасны. Они могут стоять долго, могут сами выпасть. Ну, в зависимости от того, какой… Бывают разные виды этих пробочек. Бывают, которые могут выпасть сами, бывают те, которые рассасывают, бывают те, которые не выпадают. Но на ваш вопрос, опасно это или не опасно, не опасно. Однако, если они вам не помогают, я бы рекомендовала вам к доктору вернуться, чтобы что-то было сделано еще, чтобы чувствовалось себя лучше. Спасибо. Но я хочу выбрать эти пробочки. А так вы можете вернуться к доктору и вам уберут их. Это не должно быть проблемы. Спасибо. Спасибо, Давид, за вопрос, спасибо за ответ. У меня короткое уточнение. Поясните, пожалуйста, что значит поставили пробочки в глаза? А нет, правильно. Потому что, да, непонятно. Я поняла, Миша. Дело в том, что действительно пробочки ставятся не в глаза, а пробочки ставятся в проток слезного канала, который расположен на веках. У нас два таких протока – на верхнем и на нижнем веке. И очень часто бывает, когда поверхность глаза сухая, закрывая один проток, мы замедляем скорость выведения слезы, функциональной слезы из глаза. Тем самым глаз смачивается лучше, и сухость облегчается. Так что пробочки, в принципе, эти помогают очень многим людям. У меня таких пациентов очень много, которые даже чувствуют, иногда эти пробочки выпадают, и они уже почувствовав, что стало опять хуже, приходят и говорят, доктор, по-моему, пробочка выпала, надо другую поставить. В общем, эта ситуация достаточно распространенная. Бояться их не надо. Это работает по принципу пробка в бутылку. Нравится – поставил, не нравится – убрал. Спасибо, доктор. Спасибо за чувство юмора. Здравствуйте, вам слово. Добрый день. Вы говорили, что при лечении глоукомы используется лэсик. Это навсегда, если нужно, через какое-то время повторять эту процедуру? Вопрос хороший, только я хочу немножечко вас поправить. Это очень распространенная ошибка, когда вызывают любое лазерное вмешательство, лазерное лечение словом лэсик. Лэсик – это конкретная лазерная процедура, направленная на коррекцию зрения. Все остальные лазерные процедуры – это лазерные процедуры. Лэсик – это тоже лазерные процедуры, но это отдельное имя. Что же касается этого лазерного лечения? Нет, это не навсегда. Значит, опять же, я должна уточнить. Если мы говорим об опасности приступов глоукомы и делается лазер, чтобы их предупредить, то это навсегда. Профилактические. В большинстве случаев. Однако, если мы говорим про лазер, который направлен, чтобы снижать давление, его цель, его эффект может длиться разный промежуток времени, причем это непредсказуемо у кого как. Это может длиться год, может два. У меня есть пациенты 5-6 лет после такого лазера, и давление хорошее, болезнь стабильная, без дополнительного лечения. Понятно. И у меня второй вопрос, если можно. Найдено ли что-нибудь для лечения хориоретинита? Я думаю, что вы врач из Союза, вы знаете. Я знаю, что такое хориоретинит, но вы понимаете, вы открываете огромную тему, потому что хориоретиниты бывают разные теологии, разные причины. И поэтому, знаете, есть инфекционного характера, есть ауториммунные заболевания. Нельзя вот так вот. На каждое заболевание есть определенный метод лечения. Но неизвестно происхождение, к сожалению. Неизвестно. Если у кого-то в вашей семье это заболевание есть, вы можете прийти, чтобы вас посмотрели, и тогда уже поставили диагноз и сказали в вашем конкретном случае, что происходит. Если этот диагноз был поставлен на территории бывшего Советского Союза, я имею в виду неизвестной теологии, то я бы перепроверилась здесь еще раз, чтобы, потому что, к сожалению, методики диагностики там не совсем такие, как здесь. И поэтому, если у человека есть такая возможность провериться здесь, я бы рекомендовала это сделать. Спасибо. Спасибо и вам. А я хотел, вот, обратил внимание на одно очень важное, то, что произошло, то, что было сказано. На одну очень важную фразу. Вот зачастую многие методы лечения или методики лечения не изменились. Вот, скажем, лечение глоукома, наверное, не изменилось уже на протяжении длительного времени. Правда ведь? Вот, но изменились методы диагностики. И иной раз, скажем, отсутствие правильной диагностики ведет к неправильному лечению и к неправильным, соответственно, результатам. Так это? Да. Это, в общем, ну, конечно же, правильно поставленный диагноз – это 50% успеха в лечении. Я не могла бы сказать, что совсем не поменялись методы лечения глоукомы. Это единственное, что у нас пока что единственным аспектом воздействия, чтобы лечить глоукомы, является снижение давления. Однако бывают еще глоукомы при невысоком давлении. И вот тут уже более сложная ситуация, и лечить такую глоукому сложнее. И мы не знаем, то ли эта глоукома возникает как результат, хотя давление невысокое, может быть, зрительный нерв слишком чувствителен, и этого невысокого давления достаточно, чтобы его разрушить, либо существуют какие-то другие факторы, о которых мы не знаем, и на которых мы воздействовать не можем. Это вот один из наиболее тяжелых, ну, одна из наиболее тяжелых, один из наиболее тяжелых вариантов болезни в плане лечения – это глоукома с невысоким давлением. Понятно. Спасибо. Дорогие друзья, напомню, что в эфире вместе со мной доктор-офтальмолог Ирина Панкова. Она возглавляет Институт глоукомы в Нью-Йорке. Адрес Института 445 Кинг-Сайвей, это практически угол с Макдональд-Эйвеню, напротив магазина PC Richard's. Найдете легко. Телефон 718-645-2201. Адрес в интернете 3w.nyglaukoma.com. Там работает, значит, вопрос-ответ доктору, и вы можете задать вопросы и получать ответы через интернет, а также можете задать свои вопросы и получить ответ в нашей передаче. Есть еще звонки. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день, Миша Таира. Здравствуйте. Что такое псевдоэксполитония глаукома? Понятно. Это очень распространенная форма глаукомы, очень распространенная среди наших соотечественников, и не только. Она развивается в людей, у которых в глазах есть псевдоэксполитивный материал. Этот материал представляет собой чешуйки, такие как перхоть, это выглядит в глазу. И сам по себе этот материал для глаза не опасен и на зрение никак не влияет. Но люди, у которых этот материал в глазах есть, имеют высший риск развития глаукома в течение жизни. Опять же, это не всегда бывает как приговор. Это не 100%, что если у человека есть псевдоэксполитивный материал, у него обязательно должна развиться глаукома. Однако люди, у которых в глазах это вещество присутствует, должны быть более осторожны и проверяться чаще, чем другие, например, глаукома. То есть лечение и ведение пациента с такой глаукомой точно такое же, как и другого пациента с обычной хронической формой глаукомы. Понятно. Доктор, осталось время нам пожелать что-то нашим дорогим радиослушателям, потенциальным пациентам, а лучше просто здоровым людям на будущий год от вас. А я напомню, после этого ваш номер телефона и адрес Института глаукомы. Я желаю всем, чем больше здоровья, не болеть и к врачам ходить вовремя на проверки. Вовремя и только на проверки. И только на проверки. Доктор, спасибо. Я запишу это пожелание, и оно действительно выглядит как доброе, хорошее пожелание от доктора. Только на проверки. Спасибо. Со мной в эфире была доктор-офтальмолог Ирина Панкова. Ирина возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес Института 445, Кингс Хави, угол с Макдональд Эвеню. Телефон 718-645-2201. 718-645-2201. Адрес в интернете 3wnyglaukoma.com. Спасибо вам, доктор. Спасибо. И до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok